Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас 8 градусов. Ну так, как-то хмуровато немножко. Я пару дней назад прочитал интересную вещь у какого-то фитнес-гуру. Вот. Заодно его на экран, на дескта повесил в качестве обоев. И вот он написал, что сегодня это боль, а завтра это сила. Вот. И я вот попробовал. Мне что-то это запало в душу. Ну вот у меня сегодня руки болят. Вот. Надеемся, что завтра будет сила. Так. В Кремле исключили, что Россия могла поставить в США некачественные аппараты ИВЛ. Конечно, исключили. Они вообще везде, не только в США, они везде поставляют некачественные аппараты. Ну так, это можно понять, да, товарищ Песков? Товарищ Песьков. Так. Газетка РУ. А-а-а, не открывается газетка РУ. В Минздраве посоветовали вместо перчаток пользоваться антисептиками. Это главный внештатный инфекционист. Почему они все внештатные? Я не понимаю. Не хватает штатов, что ли? А газетка РУ опять не открывается. Ну ладно, дождемся. Может откроется. Собчачка издевательски высказалась о смерти протеерея Дмитрия Смирнова. Ну нельзя, вот он уже умер. Нельзя так говорить. Нельзя. Собчак напомнил, что Смирнов говорил о пользе коронавируса, а потом заболел сам. Ну в общем, да, ну... А, я ее не люблю. Вот и все. Кристина Асмус рассказала, почему не хочет сниматься в порно. Да не предлагает, потому что, знаете, это анекдот. Короче, собрание колхоза. Вот. И вот, значит, вытащили там какую-то Надежду Ивановну. И вот начинают ее, значит, вот как же это так, Надежда Ивановна? Вы герой труда, ударник социалистического, ну чего-то там, труда. Вот. У вас двое малолетних детей и вдруг валютная проститутка. Она молчала, молчала и говорит, ну что уж теперь, повезло. Вот Кристине Асмус не повезло. Газетка, опять газетка, да что такое, что тут у меня? А, надо браться за топор. Внучку Чапаева возмутил памятник убийце ее деда. Да, какой-то убийца Чапаева, и вдруг раз, какие-то казаки поставили ему памятник. Ну я сейчас не найду где, ну в России где-то, естественно. Да, где казаки бродят в России? Ну вот там где-то. Так, Сенен сообщил об активности на полигоне РФ для испытания ракет «Буревестник». Ну, теперь опять ждите. Рыба будет всплывать брюхом вверх. Так, еще что-нибудь, какие-то туристы по перевалу тоже все выбегут из палатки. Да, ребята, это нехорошо. РФ готовится к испытанию ракет. Ай-яй-яй. Так, Нью-Йорк Таймс сообщил о счете Трампа в китайском банке. Мало того, что счет имеет, он, оказывается, платит налоги Китаю на сумму 188 тысяч долларов. Президент Америки. Ну вы все поняли, да? Партизаны и полицаи. В Минске на матч против Лукашенко вышло 100 тысяч человек. Но это, правда, не сегодня, 19 числа. Так, силовикам пришлось отступать. И вот тут интересно. К 22-м выходным протеста, выступление проходит 24 мая, Беларусь подошла со следующими исходными. На уличное шествие против Лукашенко в Минске стабильно выходит около 100 тысяч человек. Раз. В Солигорске бастуют шахтеры Беларусь-Калия. В Гродно стачка на заводе азотных удобрений. Это же крупное предприятие. В Новополоцке на нефтеперерабатывающем заводе Нафтан. Ну тоже забастовка. В Минске протестуют рабочие сразу пяти предприятий. Тракторного? Ух ты! Моторного, электротехнического, автомобильного заводов, а также Белкоммунмаш. Белкоммунмаш. О какой! Помимо рабочих бастуют студенты и преподаватели. Флагманы Минский государственный лингвистический университет и Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники. Их поддерживают учащиеся ещё девяти столичных вузов. В регионах Гродно, Могилёв, Витебский госуниверситет, Гомельский, Брестский. А оппозиция выдвинула Лукашенко ультиматум. Уйти в отставку до 25 октября. В противном случае, это будет очень противный случай, начнётся общенациональная забастовка. Замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что милиция готова применять против протестующих боевое оружие. Вот такие дела, ребята. Опять газета Ру. Ну, сейчас я только заголовки тогда прочитаю. Пожилых заложников выпустили из захваченного здания банка в Зугдиде. Это в Грузии захватили банк, какой-то подлец захватил банк, и вот пожилых выпустили. Но, насколько я понял, ещё долго до рассвета, как говорится. Роналду побрился на лысо во время карантина. Ну, и всё, тут хватит и заголовка. Как же меня газета Ру подводит, а? ФСБ задержало напавших в 1999 году на Дагестан террористов. Они уже дедушки, наверное, да? Ну, долго. Долго что-то искали. А, это сколько прошло? 21 год. Ну, нашли. Ну, и то хорошо. Опять газета Ру, мне кажется, последняя. А, Гоша Куценко повторно заразился коронавирусом. И госпитализирован, кстати. Кстати, госпитализирован тоже он. В Кремле заявили о способности обеспечить Крым водой без Украины. А в бутылочку привозите? Чё ещё можно сказать? Это кто? Песков! Россия способна без помощи Украины обеспечить водой республику Крым. Ребят, ведь это целая республика. Как вы? А. Ладно. Нет, ещё опять газета Ру. Да что такое? Это что у меня тут было? А. Самолёт Су-34 упал в Хабаровском крае. Там, насколько я понял, был не один пилот. Ну, в общем, они катапультировались. И всё нормально, все живые, всё хорошо. Так. Russia Today. Russia Today работает как часы. Хлебный ориентир. Как рекордный рост цен на пшеницу может отразиться на стоимости мучных изделий в России? Вот. Russia Today утверждает, что специалисты прогнозируют лишь незначительное подорожание российских мучных изделий. Ну да. А процентов на 40. Понятно, да? Вот меня спрашивают, почему я использую Russia Today. Ну, я читаю, а потом перевожу с русского на русский. В Англии 15 человек пострадали после распыления неизвестного вещества. И интересно, а Красной Москвой там потом не пахло? По меньшей мере 15 человек пострадали в городе Верхний Горнал на западе Англии. Одному потребовалась госпитализация. Что такое? Петров и Баширов, что ли, тренируются опять? Путин не исключил новых острых проблем в мировой экономике. Вы поняли, почему я смеюсь, да? Мировая экономика падает, а российская... Ледокол «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота. И присутствовал премьер-министр Мишустин. И тут не говорится о том, что у него только один двигатель работает. Второй так у него... Они его как-то кверх ногами, что ли, туда запихнули. И, в общем, он ни тудым, ни сюдым. Ну, хватит одного двигателя. И потихонечку будет вокруг Арктики плавать, да? В мэр одного из самых пьющих городов России не нашлось кандидатов. Магадан! Мой друг уехал в Магадан не по этапу. Снимите шляпу. Снимите шляпу. Не поступил ни одной заявки. Не, никто не хочет. Ох, вот это да! Чё они пьют? 11 литров на душу населения. Это за сколько? За час? Не знаю. Так. Ладно, хорошо. Десантник ВДВ попробовал пройти тест морпеха в США. Сначала решил, что слишком легко, но выполнил с трудом. Но мне больше всего, знаете, что понравилось? Вот тут отдельно абзац. Сейчас, сейчас, сейчас. Только не ржите. По отдельности все упражнения очень простые. Скорее напоминают урок школьной физкультуры. Для теста нужно сделать 30 потягиваний за раз, 40 отжиманий на брусьях за подход, подъем с переворотом, 15 повторов за один подход, потом подъем на канат. В идеале его нужно выполнять без рук. А в руках бутылку держать, и стакан, да? Я не представляю себе, как можно на канат подняться без рук. Ну вот. Это кто-кто? Трандимен какой-то. Так, экономный. На церковной службе в Лас-Вегасе во время сбора денег в корзину для пожертвований агент Дональд достал из кармана несколько купюр, по 20 долларов, пересчитал, и, видимо, решив, что для церкви такая сумма слишком велика, быстро припрятал одну купюру обратно в карман. А, Россия совсем уже перестала платить агенту Дональду, приходится каждую двадцатку экономить. Позорище, да? Позорище ведь, а? Хорошую плитку в Москве решили заменить на ещё более хорошую. Ну, это уже не анекдот, ребята, это уже даже не смешно. В Москве мужчина погиб из-за перекачанного колеса машины. Какие изобретательные русские, а? Нашли тело мужчины, работавшего на вшиномонтаже на Лизанском проспекте. По предварительной информации, 39-летний приезжий из Таджикистана перекачал колесо машины и погиб из-за несоблюдения техники безопасности. Он менял колесо автомобиля на проезжей части, перекачал его, оно взорвало. Как можно взорвать колесо? Чем его нужно качать, а? Так, крайне известно, стало известно, что житель Москвы попытался избавиться от тараканов и отравился дихлофосом. Я уже говорил. Я вам всё это рассказываю. В Нижнем Тагиле из пруда достали труп мужчины, присутствуют следы борьбы на теле. Да, ребята, что такое? Не знаю. А, я вам говорил, пацан что-то упал с моста, да? А мне подсказали, что у него кошелька не было, у него не было телефона. Ну, видимо, ограбили и сбросили его просто. Это где-то в Сибири, что ли? Первые итоги президентства Зеленского и прорыв Украины. Его считали клоуном, а он взял и выиграл выборы. Вчера Владимир Зеленский подвёл первые итоги своего президентства, рассказал о достигнутых результатах за это короткое время. Рассказать было о чём? Я коротенько, ребят. Полностью изменился подход не человек для страны, а страна для человека. На Украине первой во всём мире появился цифровой паспорт. Неужели первый? Бизнес на Украине теперь можно открыть за 15 минут. У нас тоже, да. Украина обрела нулевую толерантность к коррупции. Произошла отмена телефонного права. Это в Грузии, по-моему, с этого начинали, да? Украина последовательно борется с монополиями, и Укрспирт тому пример. Я не знаю, о чём тут разговор, но вот так. Закрыты тысячи нелегальных казино, а легальные получили уникальные условия для бизнеса, их освободили от налогов на 5 лет. На Украине открылся рынок земли, и теперь землю можно свободно продавать. Наверное, в Украине всё-таки. Урезали финансирование политических партий. Сама партия «Слуга народа» отказалась от государственного финансирования в пользу борьбы с коронавирусом COVID-19. Украина договорилась с Великобританией о кредитах для увеличения своей военной мощи на Чёрном море, где уже совсем скоро будут построены новые военные базы. Я вам говорил, где базы он строил. Украина обрела новых международных партнёров, в том числе Турция. Ох, Турция – это опасно. Ну, не важно. Я только читаю. «Добровольцы, воевавшие на стороне Украины, получают статус УДБ, участник боевых действий, а иностранцы получают гражданство Украины. Украина возвратила всех своих пленных и в будущем будет бороться за каждого гражданина». Смотри, получилось у него. «Уголовное наказательство за кнопкодавство в Верховной Раде, когда один депутат голосует за своих коллег». Вот интересно как, а уголовное. О чём в Верховной Раде можно это уголовно? Я знаю, в России там они все освобождены от уголовной ответственности, а в Верховной Раде, видимо, не освобождены. Ну, Украина лучше других справляет с коронавирусом, в страну заводит всё необходимое медоборудование, в том числе аппараты ИВЛ, препараты ТТТ, нет дефицита с масками и антисептиками. Так, врачи серьёзно увеличили зарплату и минимальную смертность от коронавируса. Зеленский решил сделать законодательный орган открытым для народа и приглашать в Раду на слушание представителей от простого народа, военных спортсменов, медиков, учителей, пенсионеров. На Украине открылось огромное количество новых спортивных объектов, больниц, детских садов, школ. Были реставрированы театры, музеи, активно строят дороги по всей стране. Уже в ближайшее время Украина станет мировым лидером в спорте. На это выделяют много средств из бюджета. Экономический рост. Донбасс совсем скоро станет новой экономической зоной и превратится в Данию. И он заключает. Ну и кто теперь клоун? Интересно. В больнице Ростова-на-Дону умерли 13 пациентов с коронавирусом. Врачи говорят о нехватке кислорода. Я вам об этом рассказывал. Но тут ужасные подробности. Это знаете кто? Это Кучерявый Варламов. Сейчас я вам скажу так. По информации источника, 5 человек умерли в реанимации, а еще несколько в общем отделении госпиталя. Кислорода постоянно не хватало. А 12 октября ее не было 2 часа подряд на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух. Ну, давление упало, видимо, да? Работающий в красной зоне врач подтвердил информацию о массовой гибели пациентов, отметив, что это случилось примерно 11-12 октября. Ух ты, черт возьми! Сотрудники вынуждены постоянно переспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. Ну, это как вот это вот, а? Многие без кислорода могут, если их перевернуть на живот и подождать, пока снова будет кислород. У меня слов нету. Министерство здравоохранения Алтайского края прокомментировал видео с телами в подвале ковидного госпиталя в Барнауле. Я вам говорил, да, в видео там лежат эти мешки черные. Ну, а что? Не хватает рук, как говорится, да? Проблему признали. Количество умерших стало возрастать, по толку анатомам приходится работать в две смены без выходных. Однако проблему очередей это не решило. Очередей трупов. В России даже трупы выстраиваются в очередь. Немножко отвлекитесь. Как правильно спросить, какого ты роста по-английски и не попасть в просад? Ну, вот интересно. Ну, ребят, вообще-то говоря, конечно, how tall are you? Вот. Но почему-то русские думают, что нужно спросить... Ну, перевод с русского точный. How high are you? А знаешь, что такое high? Это сколько ты выкурил или сколько по вене пустил? High – это означает, ну, как бы наркотическое опьянение. High, да. How high? Спросите, на вас вот так глаза выпучат. Ну, ладно. Отдохнули. Ну, понеслась. Пашинян обвинил, а объявил войну. Переговоров не будет. Все, кто может, берите в руки оружие. Это сегодня, ребята. Война не имеет дипломатического решения. Конфликт на Горном Карабахе не имеет дипломатического решения. Фактически Пашинян объявил войну, отказавшись от переговоров. Ох, ё-о-о-о. Кроме того, сообщается, что в Карабах доставлены святыня армии Армении крест Ашот-Яркат с частицами креста Христова, а солдаты-офицеры армии Армении рисуют на форме знати крестоносцев и призывают в соцсетях присоединиться к их священной войне. Что-то не Россия сразу напомнил, да? Твиттер. Главная проблема – это профессор Преображенский. Главная проблема не в бедности и не в коррупции. У людей отняли будущее. Сегодняшняя бедность, разграбление страны, чванство и вранье власти никуда не денутся ни через 10 лет, ни через 20. Нынешний правитель поставит править своих детей, уже ставит собственно. Нет будущего. Ребята, да. Нет будущего. Не ту. Какая жесть. А, вот то, что я вам рассказывал. Сотрудники вынуждены постоянно перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию и смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжёлым пациентам. Да, ребята, да. Парады проводили, конституцию обнуляли. Вот пани Валевска, тоже интересная девушка, на твиттере. Хорош уже мусолить тему о вакцине. Её нет и быть не может, так как нет никакого коллективного иммунитета от коронавируса. Коронавирус мутирует, и люди во всём мире уже заболевают по второму разу. Да, 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 ребята. И вот интересно. Это ФБК опубликовала, значит, о заглавии. Что ж, удачи. И вот тут вот из коммерсанта «Единая Россия» попытается побороть умное голосование Навального и сохранить большинство в Госдуме. Не знаю, работает это умное голосование или нет, мне что-то не очень верится. Всё, ребята, на сегодня всё. Всё, пока. Не, не буду сегодня петь. Даже не уговаривайте, я устал. Пока, с вами доктор Влад.